Цегловенская библиотека номер 16 подготовила презентацию «Пингвин. Загадочная птица». Пингвины – один из самых необычных и своеобразных представителей птичьего мира. Пингвины – семейство нелетающих морских птиц. В семействе 18 современных видов. Все представители этого семейства хорошо плавают и ныряют. Родиной как древних, так и современных пингвинов является Южное полушарие. Их происхождение начинается примерно в период Мезозойской эры, не менее 100 миллионов лет назад. В Антарктиде встречаются только два вида пингвинов – императоры и пингвины Адели. Остальные виды населяют острова Южного приполярья, западное и южное побережье Южной Америки, южный берег Австралии, Новую Зеландию и африканский пингвин – побережье Южной Африки. Пингвины лучше всех остальных птиц, приспособленных к жизни в воде. Они достигли в этом уровня тюленей и дельфинов. Пингвины не просто плавают под водой, они под водой летают очень быстро и ловко. Скорость плавания составляет около 20-25 километров в час, но есть пингвины, развивающие скорость до 40 километров в час. В способности нырять пингвины опять же не уступают тюленям и дельфинам и, несомненно, превосходят других птиц. Пища пингвинов – планктон, рыба и головоногие моллюски. Ее они добывают только в море и никогда не пользуются выбросами. Есть среди пингвинов почти полностью рыбоядные виды. Они питаются такими массовыми стайными рыбами, как анчоус, сардина, ставрида и другие. От всех прочих птиц пингвинов отличает совершенно особое строение тела. Форма тела пингвинов обтекаемая, что идеально для передвижения в воде. Передние конечности пингвинов – ничто иное, как ласты. Мускулатура и устройство костей позволяют им под водой работать крыльями почти как винтами. Грибные движения производятся мощными грудными мышцами, которые крепятся к развитому килю грудины. Грудная мускулатура развита необычайно и составляет иногда до 30% массы тела, что в несколько раз превышает мускулатуру самых мощных летающих птиц. Если крылья пингвинов являются основным двигателем в воде, то перепончатые лапы выполняют функцию руля. Пингвины способны нырять на глубину до 200 метров и оставаться под водой до 20 минут. Второе явное отличие пингвинов от других птиц – плотность костей. У всех птиц кости трубчатые, что делает их скелет легче и позволяет летать или быстро бегать. Но у пингвинов они похожи на кости млекопитающих – дельфинов и тюленей и не содержат внутренних полостей. Одежда пингвина – это панцирь из жестких, прочных, недлинных, лоснящихся перьев, уложенных наподобие черепицы на крыше. Они не дают ветру добраться до пуховой прокладки между телом и панцирем. Но пуха под перьями у пингвинов очень мало. Поэтому, как и тюлени, пингвины под кожей имеют жировую прослойку. Лапы перьями не покрыты, но они жирные и черного цвета, что позволяет улавливать солнечное тепло. Кости пингвинов тяжелые. Большой вес помогает им нырять, чтобы добывать себе пищу. Пингвины группами и стаями держатся в море. А во время размножения обязательно образуют колонии, достигающие иногда несколько сотен тысяч и даже миллионов особей. Насиживание яиц и выкармливание птенцов принимают участие оба родителя попеременно. Корм птицам служит полупереваренные и отрыгнутые родителями рыба и ракообразные. Детеныши находят убежище от холода в нижних складках родительского живота. Совершенно необычно распределены обязанности в семьях императорских пингвинов. После того, как самка-мама снесет одно яйцо, довольно-таки большое, весом до полкилограмма, папа-пингвин будет в течение 65 дней высиживать, точнее, выстаивать птенчика. Яйцо находится под складкой живота папы, как бы в теплом кармане. Температура всегда постоянная – 34 градуса. Папе холодно, а не побегаешь, чтобы согреться. На лапах лежит яйцо. Самка уходит к морю, она с подругами спешит к месту кормежки. Когда самки возвращаются в колонию, они по голосу находят партнеров. На морозе папаша осторожно передает матери пушистого малыша. Птенец благополучно перекочевывает под теплый живот отъевшейся мамы и жадно глотает запасенные и теперь отрыгнутые морепродукты. А похудевший папа в это время спешит к воде восстанавливать силы. До моря пешеходу надо преодолеть 100, а то и более километров. Выращивание птенцов разделяется на две фазы. В первые две-три, в некоторых случаях шесть недель у императорских пингвинов птенцы находятся под постоянным наблюдением одного из родителей. В то время как другой уходит на поиски пищи. Когда птенцы подрастают, их отдают в детский сад. Группы молодняка и тогда уже оба родителя добывают корм одновременно. Врагов у пингвинов не очень много, но они поджидают птиц на суше и на море. В воде это акулы, касатки, тюлени. На берегу яйца и птенцов таскают чайки-поморники и буревестники. На фотографии пингвин Адели в окружении поморников. Некоторые виды пингвинов. Императорский пингвин, королевский пингвин, пингвин Адели, златовласый пингвин, пингвин Макарони, очковый пингвин, голопоговский пингвин. Пингвины не боятся людей и хорошо идут на контакт с людьми. Пингвины боятся косаток и закономерно последние с энтузиазмом на них охотятся. Когда пингвинам неизвестно, есть ли поблизости их естественный враг, они подолгу толпятся на краю льдины, пока самый отважный член стаи не рискнет нырнуть. Если он остается в живых, за ним последуют и остальные. Пингвины действительно не мерзнут в холодной воде, благодаря толстому слою жира и плотно прилегающим друг к другу перьям. Полярные виды пингвинов способны выдерживать температуру до 60 градусов. Пингвины – это мужественная и замечательная птица. Неуклюжие на суше и не способны летать по воздуху, пингвины умеют летать под водой. Они освоили самый суровый континент – Антарктиду. Они способны в немыслимых условиях арктической зимы выращивать потомство. Последнее время перед учеными и человечеством стоит острый вопрос о сохранении популяции пингвинов. Из-за глобального потепления, загрязнения окружающей среды и браконьерства их численность неуклонно снижается. Поэтому не зря стали появляться экологические движения по всему миру, которые стали на защиту животных Антарктики. 20 января мировая общественность отмечает экологический праздник – День осведомленности о пингвинах. Его цель – повысить знания людей о пингвинах, направить внимание на сохранение численности и мест обитания этих птиц. До встречи на Антарктиде! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok